Наконец-то! С этим я смогу уничтожить гильдию! Тогда в портовой мафии меня наконец признают, а возможно даже сделают босса! Ага, попався! Ну так что? Что в конце концов у тебя случилось? О, сейчас ты увидишь, сестрица, и удивишься, насколько наш преступник зловещий. Что там? Что-то о детективах. Ой, да кому они нужны? Не то. Так может быть, уберешь за собой? Кому какое дело до этого? Идем, есть дела куда важнее. Думку в твоем органисту. Азумил. Ой, не тот поддумок. Давно известно, что существует некая заветная книга. Поиск с чистыми листами. И если писать что-либо в этом книгу, можно изменить саму реальность по своему усмотрению. А ключом к ней является никто иной, как главный герой. Аксушина Каджима. Ну за что мне такая ножа? Ведь просто никчемный сиротан, над которым все детство издевались без причины, и которого даже выгнали из детского приюта за способность обращаться в тигры. Мне повезло лишь в том, что я вступил в такую организацию, как детективный агент, где я впервые почувствовался кому-то нужным. И... Довольно. Я, конечно, понимаю, что тебе лишь бы поотлынивать, но твоё мидьё мы и так слышали весь первый сезон. Работа, между прочим, сама себя не сделает. Человека убили? Почти. Он находится в критическом состоянии в больнице. Надежды его спасти уже нет. Поэтому, Йосана, для тебя тоже есть работа. Отлично. Я как раз наточила свой тесак. Хм... Всё происходящее странным образом повторяет написанное здесь. Согласно написанному, Конякида сейчас должен подойти к Дазаеву. Дазай, а ты ничего не хочешь сделать? И Дазай в свою очередь скажет, «Нет, в этом деле я пас. Кто-то без меня справился». Да ты даже не знаешь, в чём там дело. Смотрите, Конякида, Дазай. Написанные здесь в точности соответствуют происходящему. Вплоть до ваших слов. Смотрите. Да не нужно быть провинцателем, чтобы знать, что у нас будет сегодня, завтра и послезавтра. Каждый день одно и то же. Все бездельничают длиной же, а я всех пидаю и заставляю работать. И действительно, каждый день одно и то же. Каждый день ты прочитаешь о том, как тебе тяжело работать с бездельником. Да у нас всё агентство держится за способность охраны по главному детективу. И на мне. На мне. Вы не бродячие псы. Вы бродячий цирк. Тигр, дрессировщик и клоун. А-а-а! Лучше пойду займусь делом. Она права. Тут все просто обращают глупую шутку. Я проведу расследование один. Что вы здесь делаете? Успокойся, мы не воевать пришли. Вам есть дельце. И по правде говоря, у меня уже имеются заценки. А с этим что? Выдвинули на расследование и не можем задвинуть обратно. Так вот! У меня имеются некие подозрения. Если хотите поубивать друг друга, поедите на улицу, будьте добры. Я только недавно делал здесь упор. Нет, Куникида, не вмешивайтесь. Сейчас звонить телефон, и вам придется уйти, чтобы ответить. А эти двои смогут наконец-то раскинуться в откровениях и выпустить наружу чувствуя друг друга, которые скрывают долгие годы. Ну, не шалите. А я ж всегда знала. Азуша, не мог бы ты показать, что там дальше? Да чтобы я позволил ему затворить со мной такое? Черт, Атазарь. Иди сюда. На этот раз я тебя точно прикончу. Отпусти меня, сестрица. Нет, держи меня. Сюда. Насколько могу судить, это не заветная книга. Будь оно так, пришлось бы действовать по написанному здесь сценарию. Значит, это? Обычный писанин. Ну как? Я сделала все, что могла. А он? Выжил. Да, нас только нахваливал директора полиции по телефону. Так, значит мы можем узнать, кто на него напал? Боюсь, нет. Потерпевший был членом бортовой мафии, и его уже забрала полиция. Теперь ему грозит тюрьма. Что вы сделали? Нажала на кнопку, жду продолжения. И как вы это сделали? Что куда важнее, это незаметная книга. Но тем не менее, так точно предугадывать события мало кто может. Это значит только одно. Весь наш мир поражением Морга Киридорса. Верно, но не по делу. Каждый из нас имеет мало что общего с одним именом писать. Снова верно, и снова не по делу. Давай, ты сможешь. Происходящее лишь плод чьей-то больной фантазии. Отдыхать. Это все значит, что рукопись принадлежит Эсперу, обладающему способностью на уровне предвидения. Ну, раз вам больше нечем заняться, то возьмитесь за мое дело. В мафии завелся ужасный злоумышленник. Это она! Держите ее! Нет, постойте! Вы не так поняли! К чему колебаться? Отсушить! Лезть в гребаного тигра! Да постойте же! Ой, да хорош сопли жевать! Где детоната? Отсушим говорит, то придержи коней. Там подлинно известно, что лучшая пытка – это пытка наслаждения. Позволь, я покажу. Уникита поддается на провокацию дазай. Им приходится уединиться, чтобы… Я хотел сказать, что эта девушка как раз обладает способностью наравне с предвидением. Это Луиза Мэй-Олка, и глава гильдии о ней рассказывал. Благодаря своей способности она составляла ему безупречные стратегии. То есть весь этот предизвращенца – это ее больные фантазии? Какого извращенца? Я обычный неприметный книжный червь и скромная девушка. Может быть, пока писала новую стратегию, замечталась чуть-чуть? Позвольте, мадам, у вас надпись отклеивается. Эээ, что ж, это довольно неловко. Но как эта рукопись показала бы того парня, которого нашли за штабом мафии сегодня утро? Смею предположить, он хотел раздобыть сведения о гильдии, чтобы ее уничтожить. Но гильдия ведь уже уничтожена. Кажется, они говорят о том парне, которого ты утром чуть не отправил на тот свет. Да, боже мой, мафии все равно не нужны такие тупицы. Так это сделал ты. И что с того? Никто ведь не умный. Че? Если бы мафия не держала тупицы, то и тебя бы тогда у меня не было. Намекаешь, что я тупой? Дураком меня выставить хочешь? О, поверь, ты и сам с этим справляешься. Черт-то показай. Погоди-ка. Так это и есть наш преступник. Так что произошло-то? Он все это время перехватывал мои посылки. Ты про подкладки в обувь добавляешь ее в рост. А я все думал, зачем они мне? Не прикидывайся. Ты прекрасно знал, что они, мои, и кралы, чтобы позлить меня. Я не понимать, о чем вы говорите, туристы шнельно поправляют. Еще одна догадка раскрыта. Ну, раз так, то я, пожалуй, пойду. Не так быстро. Думаешь, мы так просто отпустим вражеского стратега? Постойте, почему? Она еще не написала продолжение. Ой, написанное вам понравилось? Точно. А долг верного читателя охранять покой писателя и следить, чтобы ничто не препятствовало ему вдохновению. И все же, знаете, что в этом самое прекрасное? А то, что, несмотря на принадлежность в рождующем организации, мы можем работать вместе, сплоченно. Ведь не важно, что диктует нам сверху, важно только то, что заложено в нас сами. Время, время, время. А то, что, несмотря на принадлежность в рождении. Время, время. АПЛОДИСМЕНТЫ АПЛОДИСМЕНТЫ АПЛОДИСМЕНТЫ